Ульяновский областной центр профпатологии занимается оказанием помощи людям, пострадавшим от губительного воздействия радиации и вредных производств. Это единственное в регионе медицинское учреждение, специализирующееся именно на профессиональных недугах. Еще в 2016 году, в 30-летнюю годовщину со дня Чернобыльской катастрофы, объекту был присвоен статус особо значимого объекта здравоохранения. Параллельно с этим, центр попал в федеральную программу по развитию здравоохранения и на ремонт учреждения было выделено более 50 миллионов рублей. Материальная поддержка уже принесла свои плоды. Медицинский центр стал современнее не только внешне, но и в технологическом плане. Это не просто ремонты, это комплексный подход, то есть это ремонты, оснащение медицинским оборудованием, это полностью замена мебели, самая главная логистика, оказание медицинской помощи, это доброжелательные отношения, это высококалифицированные кадры, это высокое оснащение медицинским оборудованием, уровень диагностики соответственно. Качество диагностики и лечения значительно выросло благодаря приобретению новой техники. Обновлен стоматологический рентген кабинеты, зал лечебной физкультуры. Привезен новый маммограф и аппарат воздушной терапии. Особого внимания заслуживает магнитоторбутрон, единственный в регионе аппарат общей физиотерапии. Пациенты областного центра имеют возможности лечения на уникальной магнитотерапевтической установке. С ее помощью можно проводить лечение широкого спектра заболеваний, начиная от психосоматических расстройств, заканчивая проблемами опорно-двигательного аппарата и онкологией. Галина Кравченко проходит здесь реабилитацию. Для нее новые стены и дорогая техника отошли на второй план. Больше всего Галине нравится бережное и доброжелательное отношение медицинского персонала. Когда идет контакт между врачом, между вот такой атмосферой замечательной, конечно же, человек лечится гораздо быстрее, вылечивается. 21 марта губернатор Сергей Морозов лично убедился в положительных переменах, осмотрев центр. После обхода он провел совещание, на котором обозначил план дальнейшего развития медицины в регионе. Мы достаточно много тратим финансовых средств и на здравоохранение в целом, и тем более, так сказать, на профилактику. Особенно в этом году мы начинаем разворачивать нашу региональную программу борьбы с онкологическими заболеваниями. Федеральная программа развития здравоохранения включает в себя модернизацию материально-технической базы, улучшение качества медпомощи и условий труда для специалистов. Поэтому вывести все больницы и поликлиники на качество новый уровень время еще есть. Виктория Черкова, Даниил Сурков, Новости Ульянской правды.